Прогноз плоскоклеточной рака головы и шеи, как известно, зависит от распространенности. Как мы знаем, у нас все пациенты, которые приходят с теми или иными жалобами, они чаще всего поступают и обращаются к нам с распространенным процессом. Чаще всего это пациенты уже с третьей-четвертой стадии. К сожалению, объяснить пациентов и довести до того, чтобы информировать их о том, что нужно обращаться на ранней стадии, есть небольшие пробелы. Почему мы и занялись-то, в общем-то, уже четвертый год проводим акцию, посвященную ранней диагностике, для того, чтобы выявить пораньше злокачественное образование, чтобы помочь пациентам и помочь им действительно излечиться от этого заболевания. Данное заболевание обладает большой смертностью, особенно когда пациент приходит уже с отдаленными метастазами. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день очень известно и уже известно и очень большое внимание уделяется пациентам, дифференцируя их на ВПЧ положительные и ВПЧ отрицательные, потому что от этого зависит и прогноз заболевания. Если обратиться к какому-нибудь региону или стране, мы можем четко понимать, что в каждой регионе, в каждой стране есть своя особенность распределения и распространенность данного заболевания. Как видно на представленном слайде, мы понимаем, что, несмотря на то, что зона небольшая, по распространенности, как видите, в процентном соотношении находятся данные опухоли. Ну и хотелось бы сказать о том, что до данного слайда мы видим, что наиболее часто мы встречаем рак гортани, нежели, например, мы встречаем какие-то опухоли, располагающиеся в полости носа или носоглотке. Но вот, например, по России, если говорить о регионах, которые обращаются к нам в институт, мы видим очень часто, что из определенного, допустим, региона мы видим какую-то особенность и пациентов, которые обращаются, например, есть заболевания носоглотки, из определенных регионов чаще поступают пациенты, чем из других. И связано это и с питанием, распространенностью этих пациентов и особенностями их местожительства. По Северо-Западному федеральному округу, как видите, составление на этом слайде видно, что злокачественное образование головы и шеи составляет всего 3,75%. Но если мы обратимся к пищеводу, а шейный отдел пищевода, к сожалению, не вошел ни в таракальную, ни в опухоли головы и шеи, находится где-то на границе между, и входит и туда, и сюда, конечно, сложно в этом плане, поэтому та часть, которая находится и процентом соотношения в области пищевода, оттуда тоже можно понимать, что эти пациенты распределяются на голову и шею. По среднему показателю, это 41,6% на территории Российской Федерации, если говорить о России. И чаще всего это 85% все злокачественного образования составляет плоскоклеточный вариант и его гистологические разновидности формы. По локализации, как представлены были ранее слайды, как видите, разница в том, что 90% это плоскоклеточные раки, и мы видим 10% это различные формы гистологических форм. Очень большое внимание сейчас уделяется HPU-вирусной инфекции, определение P16, которое говорит о том, что при выявлении опухоли это HPU-позитивный, HPU-отрицательный, вирусной природы опухоли. Все зависит от того, имеется или нет, и зависит от этого прогноз. Как видите, в 70% случаев это рак головы и шеи. И по классификации. Мы понимаем, что при классификации 2,3 пациента уже имеют местно распространенный процесс при обращении. И 10% пациентов, они имеют метастазы уже. Это очень грустная ситуация, потому что с категории пациентов, которым можно помочь, мы при выявлении отдаленного метастаза пациенты попадают в категорию симптоматических и палеотивных, подвергающихся палеотивному лечению. И теологические факторы, они различные. Они различные, и мы понимаем, что в настоящее время очень важно, как я уже говорила, иметь информацию о папиломе вируса человека. Хотелось бы понимать, что мы встречаемся также и с различными сопутствующими и первично множенно-злокачественными опухолями. Участились случаи выявления опухолей, первично-множенно-злокачественных, когда нарушена дифференцировка плоскоклеточной. Мы видим рак полости рта, мы видим рак глотки, рак пищевода. И есть пациенты, у которых при наличии всех этих раков еще возникает рак легкого, что уже говорит о том, что это имеется нарушение на генетическом уровне. Диагностические критерии, которые мы выставляем, они обязательны в том плане, для того, чтобы дальше мы понимали, как мы будем планировать этого пациента и как мы будем его стадировать. При назначении плана лечения очень важно иметь стадию. При отсутствии стадии четкой понимания плана лечения мы можем нарушить законы, которые мы, в общем-то, для себя уже определили в мультидисциплинарной команде, и неправильно лечить пациента. Поэтому все придерживаемся именно этого плана для того, чтобы мы достигли определенного успеха. По сути, данная опухоль распределяется на резектабельные и нерезектабельные опухоли. И в зависимости от этого распределяется, какой именно вид лечения у нас будет преимущественно в первую очередь, либо вторым и третьим планом. Естественно, сейчас мы собрались в этом составе для того, чтобы понимать, и каждый, значит, знает свою задачу и знает тактику в отношении пациента. Любой пациент, обратившийся к нам, определенно четко консультируется всеми специалистами для того, чтобы мы понимали, как мы будем его дальше планировать и что будет пациент получать. По всем рекомендациям, которые существуют, их очень много, в том числе это русская, это оры, это рекомендации, которые мы представляем, на которые мы опираемся. И хотелось бы сказать о том, что у нас сейчас в этих рекомендациях есть новые препараты, они уже не новые, они, в общем-то, уже зарекомендовали себе это неволумаб и пембролизумаб. И хотелось бы сказать, что из таргетных препаратов у нас тоже немного для лечения пациента, головой, шеей, опухолями, цитоксимаб, который мы используем. Ну и хотелось бы показать о том, что мы, несмотря на то, что у нас есть свои рекомендации, обязательно при сложных случаях коллегиально обращаемся к консессиенту для того, чтобы понимать. И, как видите, они, в общем-то, в большем случае совпадают с теми рекомендациями, которые существуют у нас в России. И достаточно обратиться к тем и этим, сравнить, и мы понимаем, что при первой-второй стадии мы можем рекомендовать, как хирургическое вмешательство с последующими гистологическими находками зависит от экстранодального распространения от краев резекции, либо мы можем назначить лучевую терапию в самостоятельном варианте. Это все решается коллегиально на мультидисциплярной комиссии. То же самое происходит с распространенностью Т3, Т4А. И мы понимаем, что при распространенности мы также исследуем края. Что хотелось бы указать именно на сегодняшний день важным, возвращаясь к предыдущему слайду, как видите, на слайде есть то, о чем мы говорим. Это биопсия сигнальных лимфатических узлов. Рутинно у нас в институте эта процедура выполняется для того, чтобы мы определили и дальнейшую тактику для этих пациентов. В частности, это делается при раке языка. И хотелось бы сказать, что есть определенные критерии. Но вот по лечению и химиотерапевтические показания, мои коллеги все об этом расскажут, также лучевые терапевты. Но хотелось бы указать на брахиотерапию, которую нужно в настоящий момент действительно иметь в виду и каким-то образом все-таки продвигаться и развиваться в этом направлении с учетом ей сложности технических обеспечения в России данными. Оборудованием для выполнения брахиотерапии. Но на самом деле это очень перспективное направление, которое мы в рамках клинических исследований выполняем. И у нас есть определенные результаты. И мы двигаемся в этом направлении с нашими коллегами в институте. Ну и послеоперационную, понимаете, что есть определенные правила, которым придерживаемся как мы, так и наши коллеги. Есть методы лечения. Эти методы лечения, которые мы используем, хотелось бы показать один слайд, который я представила хирургически. Это новая методика. Те методики, которые перечислены, о них мы все знаем. И они, в общем-то, стандартные. Все хирургические вмешательства я не представила. Но хотелось бы представить одну из методик новых. Это криохирургическое лечение рака языка. Как видите на представленном слайде, мы при помощи ИГЛ и аппарат, который сегодня существует у нас в институте, он позволяет выполнить щадящую операцию в объеме удаления, криохирургического удаления языка. В последующем делается некорректомия. Это имеет очень широкое распространение. Мы проводим это лечение в рамках клинического исследования. И, в общем-то, оно имеет перспективы дальнейшего лечения. Ну и комбинированное, о чем я сказала, как видите, команда специалистов, она может пополняться. И, в общем-то, выше слайд, на этом слайде справа, мы видим, что очень много специалистов участвуют в лечении наших пациентов. Мы ко всем к ним обращаемся, потому что самостоятельно это невозможно. Учитывая то, что всю жизнедеятельность организма, это дыхание и питание, осуществляется за счет того, что опухоль располагается очень близко к этим органам. Ну и самое главное, не забывать о том, что прежде чем начать лечение, мы должны решить вопрос о трахеостоме и гастростоме. Для того, чтобы мы могли питать их, и пациент, чтобы мы могли дышать. Ну и алгоритм действий, который вкратце можно представить таким образом, что лечение на основе хирургического вмешательства и лечение на основе лучевой терапии. В последовательном режиме сочетанном, либо только лучевая терапия. Ну и осложнения, о которых хотелось бы сказать, на самом деле это очень серьезное осложнение, их все боятся, мы тоже в том числе не исключение. Все боимся этих осложнений, потому что у пациентов, помимо всего прочего, представляя, то, что мы видим, осложнение и чего мы не видим, спускаясь ниже, это шейный отдел пищевода, который также в процессе лечения имеет ожоги. И пациенты теперь понимаете, почему я говорю, что необходимо решить вопрос о трахеостоме и гастростоме, потому что в такой ситуации изолировать ротовую полость от пищи, достаточно ее при помощи зонда, но зон тоже не может находиться постоянно. Это достаточно сложно, могут быть осложнения в виде кровотечения, пролежней. Данное осложнение также, как видите, в области десен это плотный такой вот налет, который не снимается и подкравливает, очень сложно бороться с такими осложнениями. Мы идем при всем том, что на фоне проводимой профилактической терапии у пациентов выявляются вот такие вот осложнения. Ну и клинические случаи, которые хотелось бы рассказать, несмотря на то, что я хирург, я хотела бы все-таки показать успехи, которые у нас есть в институте. Пациент, у которого рак гортани с большим распространением, отказавшийся от оперативного лечения. Как видите, у него есть опухоль в области гортаноглотки с большим распространением. И через год от лечения, восстановления хряща, и на самом деле очень большое распространение и очень хороший результат. Пациент, просвет гортани был сохранен. Это позволило нам оставить пациента без страхиустомы. Он дышал и очень хотел, в общем-то, жить. Очень большое значение имеет сам настрой пациента. Ну и алгоритм действий пациентов со злокачественным образованием носоглотки мы проводим с химиоболизацией сосудов опухоли. Мы обращаемся к нашим коллегам в институт Поленова, где выполняют химиоболизацию сосудов опухоли. И представленный пациент 19 лет, у которого огромное массивное поражение носоглоточного рака. И, как видите, он после лечения, химиоболизации, химиолучевой терапии очень большое распространение. И вот такой вот эффект был получен на фоне лечения. Хотелось бы, чтобы донести аудитории, что комбинированный подход имеет очень большое значение в тактике ведения этих пациентов. Новый пациент, у которого также имеется опухоль, который занимает всю полость носа, для нас, как для хирурга, представление, я понимаю, что это удаление до костей носа вот этой части полностью перед дверью и всю полость ее вместе с крещами необходимо было удалить. Ну и, как видите, вот такой вот эффект после химиолучевой терапии был получен, и он на самом деле сохраняется. Пациент уже более двух лет у нас находится в такой вот ремиссии стойкой. И пациент, у которого также уже в 12-м году был оперирован, рак дна полости рта. Это уже хирургический подход был, потому что у пациента имелось в области корня языка переход, и необходимость было провести хирургическое лечение первым этапом, ввиду того, что у него с корня языка имелась кровоточивость, и риск химиотерапевтического лучевого воздействия был крайне высок лечения. Соответственно, было выполнено, как видите на слайде, огромный этап лечения. Через 5 лет, 5 лет без рецидивного периода, через 5 лет у пациента появился рецидив в области околоушной железы, метастаз изолированный больше нигде. Был применен и хирургический этап, и криохирургический этап. И на самом деле очень хороший эффект. 7 лет пациент находится уже после операции. Как видите, за это стоит бороться. И мы получили очень хороший результат. И мне очень радостно, что такая вот работа в команде приводит к такому результату. Ну и вот два препарата, о которых мои коллеги скажут, химиотерапевты, о том, что мы имеем сейчас в наличии. Это препараты, которые являются иммуно-онкологическими. Симптоматическое лечение, которое мы не должны забывать. И самое главное, это психологическая помощь для того, чтобы пациент понимал, что вместе с ним будет бороться целая команда за его жизнь. Ну и алгоритм, который у нас сейчас существует, мы по нему работаем. И, соответственно, химиобилизация плотно заняла свое место в этапах лечения. И мы этого придерживаемся. Спасибо вам большое за внимание. Большая, в общем-то, информация. Я хочу вас пригласить, как и ровно как мы все здесь. Хотим пригласить вас на «Белые ночи» форум онкологический, который проводится у нас каждый год. И в следующем году, летом, также мы приглашаем вас на конференцию. Это 25-28 июня. Посетите, пожалуйста, наш город и нашу конференцию. Спасибо большое всем за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok